Всем привет, мои хорошие! Начинаем с вами новый влог. Время у нас час. Я, естественно, уложила Ирочку спать. Ходили за хлебом. На обратном пути она у меня уже уснула. Второй день у нас график держится хорошо. А сегодня мы встали в 8 часов утра по будильнику, всё хорошо. Вчера, конечно, только она поздно у меня легла. Мы легли где-то полдвенадцатого в одиннадцать. Потому что мы вчера с Игорем решили съесть погулять, прокатились по городу, а Лерку завезли к моей маме, к Танюшке. Она там играла. Ну, мы чисто часик только прокатились. Мы прям вот весь город объехали просто. Но машин было море. Мы вообще не поняли, почему так. Даже без настроения какого-то приехали. Спокойно не покатались. Просто хотелось прокатиться и послушать музыку. Вот. И всё. Лерку забрали, поехали домой. Мама нас мантами накормила. Танюшка эти делала. Кексики с кремом, короче. Вот. Напоили нас чаем, и мы поехали домой. У них ещё баня была готова, но мы уже просто бесил были. Мы как бы не готовились идти в баню. Так что вот. На сегодня у меня особо уборки нет. Я хочу помыть свою духовку. Давно я к ней не прикасалась и даже не смотрела. Последний раз я её паровой шваброй мыла. Ну, вот там насадка снимается. Но мне кажется, там всё равно нужно мыть. У меня опять какие-то высыпания начали. Вот подбородок у меня самое больное. Это, конечно, связано с питанием. Сто процентов, я уверена. Потому что, ну, моюсь я два раза в день. С гелем, тоник. Всё, короче, крем. Всё у меня нормально. Не знаю, почему так. Может быть от тональника, но, слава богу, прыщи не внутренние. Я ненавижу, когда они внутренние. И так всё потом болит. Они, блин, месяц могут воспаляться. А тут просто за одну ночь сразу же они вылазят. Один день побудут, лопнут и всё. Прыща нету, это хорошо. Лучше уж такие. И из-за этого сегодня тональником не мазала просто кремом. Так что продолжаем свою мотивацию. Пошлите мыть мою духовку. Покажу вам, какое у меня сейчас состояние, если получится. И покажу, чем буду мыть. А ещё я тут приготовила баночки. Везде я сняла наклейки. Это тоже ополаскиватель для рта. Здесь у меня крем для рук и для лица. Кто спрашивает, как я вообще отличаю всё это. Вот это я буду отличать по запаху. А баночки, там, которые у нас гель для душа, шампунь, они все у нас разные. Здесь у меня гель для умывания. Здесь у меня тоник. Вот, видите, липкий слой у Игоря. Растворитель как раз во дворе. Я ему всё это отдаю. Он всё это убирает с лёгкостью. И прикиньте, в находке частин взяла в прошлый раз. И здесь просто не открывается крышка. И даже нет вот этой полосы, чтобы открыть крышку. Видимо, брак попался. Я не увидела. И я в таком случае всегда делаю вот такие вот дырочки. Кстати, намного экономичнее уходят. Особенно, когда моешь раковину. Потому что, когда открываешь крышку, то сразу так бульк у тебя много уходит. Например, унитаз тоже легко. Вот так вот быстренько сделаю. И всё. Средства надолго хватает. Так что советую делать тоже вот такие вот дырочки. И скоро, наконец-то, у нас будет здесь ремонт. Здесь у меня потихоньку уже всё освобождается. Вот это я всё в шкаф потом уберу цветное. Так, здесь тоже, видите, средства от Faberlic. Все наклеечки сняла. Вот этот порошок тоже скоро закончится. И всё у нас будет чистенько. Ну и, наконец-то, эти синие стены, голубые, скоро станут белые. И тогда будет вообще идеально. Ну, не идеально, но лучше намного, чем сейчас. Потому что этот цвет меня раздражает. И, видите, уже всё грязное стало здесь. Не очень красиво всё это выглядит. Ну, вот так вот. Пошлите мыть с вами духовку. Я, конечно, так не хочу вообще. Никакими пакетами накрывать не буду, потому что она не до такой степени грязная. Просто нужно помыть. И всё. Потому что, видела, у Аллы Погадаевой, у Юлии, да, которые, подружка, они вот пакетами всё застилают, чтобы кислород не поступал. Но, мне кажется, это мне не понадобится. У меня и пакетов, по-моему, нету. Для мусора уже пару штук осталось. Ну, косметика моя вот так пока хранится. Здесь у меня киш-миш, всё вместе. Мне удобно просто пока в контейнеры. Потому что я крашусь постоянно в ванной, потом шкаф убираю, потом достаю. И никакого косметического столика у меня нет, чтобы всё это хранить. И шкафа у нас здесь никакого навесного нет. Здесь Лерочка из-за этого открывает, может достать. Так что мне не очень удобно. У меня либо здесь контейнер хранится, либо я его просто сюда вставлю. Ну, а сегодня я решила не только себя смотивировать, но и, конечно же, вас на уборку, потому что духовку мыть — это такая вещь, которой нужно долго готовиться. Духовку я буду мыть средством от Fresh Bubble. Мне его присылали на обзор. Хорошее такое средство, только вонючее. Также у меня есть паста. Недавно заказывала для своей электрической плиты. Хочу попробовать применить её тоже на духовке. Если честно, я хочу уже отказаться от вот этих многочисленных средств, выбрать какую-то, ну, парочку универсальных, которыми я буду мыть всё. Ну и к тому же на этом средстве Fresh Bubble сломался дозатор, в итоге я психанула и вылила всё это в раковину, потому что духовкой я пользуюсь очень-очень редко, и мою её раз в полгода, и средства хранить от жира не хочется. Ну и если не запускать духовку, то её с лёгкостью можно помыть моей паровой шваброй. Там прям пар хорошо направляешь, и практически всё отмывается. Знаю то, что напишите насчёт решёток, почему я их не снимаю. Именно здесь какие-то дурацкие крепления. Вот мы снимали квартиру, там прям вообще легко было снять эти решётки. Здесь я даже без мужа ничего не хочу трогать, иначе сломаю. Мне уже написала девушка в Инстаграм, что надо как-то нажать там, чтобы вытащить эти решёточки. Я обязательно в следующий раз попробую. Ну и первый раз вот решила снять стекло. Очень легко, кстати, снимается, потому что последний раз мыло, и там прям потёки остались, средство затекло под стекло. Ну и что хочу сказать насчёт средства от Фаберлик пасты. Мне очень прям понравилось, потому что многие пятна остались от нагара, вот особенно на решёточке. На решёточке прям вот проводишь, и сразу же сходят вот эти капельки чёрные. Но вот по бокам всё равно очень тяжело, потому что спокойно не потрёшь, надо железную щёточку мне какую-то купить. Так что средства от жира я больше не буду покупать. Никакой Азелит, никакой Уникум. Идеально паста вот эта справляется. Она как раз подойдёт для моей электрической плиты, она подойдёт для кастрюль, она подойдёт и для духовки, и для микроволновки. Вот мне понравилось. Конечно, я бы вообще не смогла помыть духовку, если бы Лерочка не спала, потому что на это ушло 2 часа. Пока вот она спала, я мыла эту духовку. Прямо моё самое нелюбимое занятие, к которому очень долго нужно готовиться. Ну и так как духовкой я пользуюсь очень-очень редко, я бы вообще с удовольствием бы, если бы сейчас был выбор между посудомоечной машиной и духовкой, я, конечно, выбрала бы посудомоечную машину. Мы потому что сможем покушать любители. Да, по нам не скажешь, но мы кушаем частенько, и после этого так лень вообще мыть эту посуду. Ужас просто. Заодно протёрла свою электрическую плиту, она у меня тоже пачкается очень редко. Сейчас практически только влажной тряпочкой протираю, и всё. Раковину тоже помыла частином белоснежной. Так что надеюсь, я вас сегодня замотивировала. Ой, какое яблоко у тебя большое, да? Вкусно. Так тебе не естся. Мама тебе почистила, а тебе яблоко надо. На. Такое же легче кушать. Кушай. Вкусно, да? Молодец. Молодец. Ну что, на кухне я убралась. Игорь у меня уехал подстригаться. Я его отправилась на фикс прайс. Всё равно в ту сторону едет. Мне нужен вот этот контейнер для салфеток. Потом я нашла корзинку чёрную. Но я вообще сомневаюсь, что всё, он это купит, потому что у нас всегда что-нибудь. Да нет, быстро же скупают. Тем более сегодня воскресенье. Сейчас, пока его дома нет, нужно помыть полы и пропылесосить. Это у меня ежедневно. Даже полюсошу я утром и вечером. У нас сегодня на ужин хот-доги, вон кола стоит. Если игры в отпуске, значит и я по готовке тоже в отпуске. Пускай он меня кормит теперь. Блин, ну это жесть. Я просто на себя смотреть не могу. Ладно, хоть у меня всё это быстро проходит, ничего не болит. Но, блин, просто без тональника это всё неаккуратно выглядит. Некрасиво. Так что не обращайте на меня внимания. У всех бывает. Так, наверное, влог будем уже заканчивать. Следующий будем уже с уборочки начинать. И, может быть, с обзоров X-Price. Так, завтра у меня задание, наверное, убрать все наклейки. Они мне начали немножко раздражать. И у меня почерк не такой красивый. Вот. И как-то это более аляписто выглядит. Потому что вот сравнивать контейнеры с наклейками без наклеек мне без наклеек намного больше нравится. Вот эту банку тоже хочется уже скорее убрать. Вот такие контейнеры хочу поменьше купить ещё. Вот. Вот эту, может быть, вообще убрать. Потому что у меня там только две приправы хранятся. Так что будем прощаться. Всех люблю, целую. Увидимся с вами в следующем влоге. В следующем влоге будет мотивация на уборку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok